78 ярмарок прошло в Автограде с начала этого года. Больше половины из них сельскохозяйственные. Об этом сообщила начальник отдела потребительского рынка, управления экономического развития и поддержки предпринимательства исполкома Раиса Султанова. Кроме того, в этом году в Челнах наблюдается и рост продаж в связи с увеличением числа проводимых ярмарок. С каждым годом челнинцы все больше отдают предпочтение продукции местного производства. Только в зимний-весенний период этого года было завезено сельскохозяйственных товаров на сумму более 86 миллионов рублей. Все из Тукаевского или соседних районов. Картофель занимает 33%, мясо – 40%, лук – 4%, капуста – 1%, морковь – 3%, свёкла – 2%. На другие виды сельскохозяйственной продукции приходится 17%. Будут заполнены торговые ряды и в этом году. По информации Минсельхоза Татарстана, урожайность уже превышает предыдущие показатели. Сельхозпродукцию челнинцам поставляют более шести местных фермерских хозяйств. И картофель урожай хороший, и овощей урожай хороший. Поэтому в данном случае нашу отечественную, хорошую, высококачественную, экологически чистую продукцию нужно довести в хорошем состоянии до стола челнинцев. Кроме того, город планирует получить более 60 тысяч тонн картофеля и овощей из Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Самарской и других областей. Урожай этого года уже предлагают на традиционных сельхозярмарках. Цены обещают держать умеренные. Как и ранее, сельскохозяйственные ярмарки будут работать по субботам с 8 до 15 часов и расположатся в трех точках автограда. Перед стадионом строитель на ГЭСе, в агропромпарке Южный и здесь, на площади перед ипподромом. А уже в преддверии главного зимнего праздника стартует череда популярных тематических ярмарок «Новогодний гусь». Первая состоится 14 декабря. Любовь Захарова, Ильнар Мустафин, Челны, 24.